Здравствуйте! Правильное питание в Великий Православный пост 2020 имеет свои особенности. И коррективы внесла коронавирусная инфекция. В то время, когда около 3 миллиардов населения уже находятся на жестком карантине. Иными словами, в условии гиподинамии. Это еще далеко не предел. По оценкам эпидемиологов, пока не переболеет 2 трети населения. Или иным способом, путем вакцинации, не приобретет иммунитет. Эта инфекция не остановится. И к ней нужно быть правильно готовым. И один из вариантов все-таки правильное питание. Что будет у тех, кто жестко следует старым рекомендациям православного поста. Иными словами, у вас в рационе осталось овощи, фрукты, ягоды, зелень. Блюда из круп, из лаковых. Ну и растительное масло на закуску. В этом случае очень легко набрать вес. Это золотое время для тех, кто хочет выйти из анорексии или из гипотрофии. Вы хотите набрать вес. Вот это вот ваш выбор. Но, к сожалению, это питание не учитывает подготовку в вашей иммунной системе к очень вероятному заболеванию. Которое имеет достаточно серьезную смертность. И один из путей заражения через пищеварительную систему. И если вас не устраивает вариант перенести коронавирусную инфекцию с язвенной некротическим энтероколитом, с угрозой перитонита, либо сепсисом, то все-таки нужно питаться правильно. А именно, я бы советовал вам перейти на пятиразовый прием пищи. В котором первые два приема пищи будут начинаться с сваренного в смятку яйца. Либо несколько большего размера порции мяса, рыбы, либо птицы. И всегда овощной, либо фруктовый гарнир после адекватной тепловой обработки. В этом случае вы и ваша иммунная система, и ваш обмен веществ получают достаточное количество белка. Для поддержания скорости обменных процессов. Для правильной выработки в случае заболевания интерферона. Антител, чтобы инфекцию закрыть максимально быстро. Ну а гарнир принесет порцию витаминов, макро-микроэлементов, которые ускорят все эти процессы в вашем организме. И если у вас первые два приема пищи именно так происходят, то набрать избыточный вес у вас тоже вряд ли получится. Следующие два приема пищи я бы советовал вам, чтобы в них были порции блюда из круп, либо злаковых. Относительно быстрые калории создают угрозу для вашего веса. И вы можете набрать. Поэтому советую из моей системы похудения СССР использовать три первых буквы С. Правильно. Иными словами, вы смотрите кинокомедии, и у вас надрывистый смех, который прекрасно сжигает калории. Вы выполняете домашнюю работу, иными словами занимаетесь посильным физическим трудом, и тоже сжигаете калории после этих не самых простых приемов пищи. Ну или можете заняться любовью. Это третья буква С. Любой вариант ваш, по вашему выбору. И если вы правильно комбинируете прием пищи и физическую нагрузку, у вас тоже вес не наберется. Ну а вечером перед сном, за час-полтора, порция жидких кисломолочных продуктов. По вашему выбору простокваша, кефир, йогурт, тан, айран, кумыс. Обязательно жирность не меньше 2,5%, чтобы ночью ваша печень продолжала очищать кровь. И снабжала вашу иммунную систему и аминокислотами, и другими полезными веществами, чтобы она работала очень хорошо. И в этом случае вы предотвращаете один из путей заражения коронавирусной инфекцией, а именно фекально-оральной. Это очень непростой вариант. И его легко предупредить. Более того, к нему хорошо подготовиться. Главное, чтобы вы не забывали исключить из своего рациона воду в чистом виде. Она плохое сокогонное средство и прекрасный транспортер вне заболевания, подчеркну, вне заболевания, любых инфекций в ваш организм, в том числе и коронавирус. В период заболевания нужно пить обязательно теплую воду. Это условия профилактики осложнений. Но об этом вы пока еще, наверное, не думаете. Если вы смотрите это видео, то скорее вы на этапе профилактики. Если вам нужно больше знать информации. Более 10 лет назад опубликовал книгу «Грипп. Профилактика. Лечение. Реабилитация». Книга на украинском языке находится во всех библиотеках. И в ней я, системно подойдя к непростой инфекции под названием «Грипп», решил частично и задачу профилактики коронавирусной инфекции. Там в этой книге много информации о правильном питании, которое тоже позволяет и очистить организм, и подготовить его к любым инфекциям. Неважно, это будет грипп, либо коронавирусная инфекция. И пока я уже написанную книгу о профилактике и правильном сопровождении коронавирусной инфекции не опубликовал, вы можете купить эту и получить нужную для вашего организма информацию, чтобы жить лучше и дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами «Крепком здоровье!» И разумного к нему отношения. И советовал бы вам все-таки оставаться дома. Есть два основных способа остановить пандемию коронавирусной инфекции. По не самому простому пути пошли жители правительства Италии, Франции, Испании, Англии. Отпустили инфекцию. И попытки через болезнь приобрести иммунитет. Медицина этих стран не выдержала. Но у этих стран есть возможность быстро закончить пандемию у себя. В течение нескольких месяцев, это мало, полгода, год. По более сложному пути, но простому на выходе, пошла Украина и Китай. Жесткий карантин в попытке дождаться все-таки вакцины и приобрести иммунитет, дать иммунитет населению таким путем более простым. Но будет вакцина, насколько она будет эффективна, никто еще пока не знает. Но этот путь тоже путь остановить коронавирусную инфекцию в пределах своей страны. С ущербом, правда, для экономики достаточно серьезным. Но каждое правительство выбирает свой путь, свое решение. Ну а ваша задача беречь свое здоровье, правильно подготавливать свой организм к любым инфекциям, в том числе и коронавирусной, чтобы жить лучше и дольше. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа Доктора Скачко» – это YouTube, а также «Школа Доктора Скачко» в Instagram.